Российская Премьер Лига прощается с любителями футбола до следующего сезона и дарит напоследок всем болельщикам красивую историю о принцах и нищих. В последнем туре станет ясно, кто получит серебряные медали, а кому предстоит играть стыковые матчи с командами Первой Лиги. Открытый чемпионат Франции по теннису, наоборот, окажется в зените своей славы. Ну и, конечно же, в первые летние выходные можно будет насладиться сезонными видами спорта – пляжным футболом, регби и финалом мини-футбольной суперлиги. Все хорошее когда-нибудь кончается, чтобы затем начаться заново. Так будет и с Российской Премьер Лигой. 3 июня завершается чемпионат. И чтобы мы сильно не грустили от расставания с самой любимой нашей игрой, команды словно специально подготовили болельщикам сюрприз – драматическую развязку вечной истории о принцах и нищих. Именно в 8 матчах последнего тура РПЛ, которые пройдут в субботу в одно время, решится судьба серебряных и бронзовых медалей. И также станет понятно, кому еще рано уходить на каникулы, так как впереди будут стыковые матчи с командами Первой Лиги за два места в высшем дивизионе нашего футбола. Но обо всем по порядку. На серебряные медали претендуют сразу три клуба – ЦСКА, Спартак и Ростов. Причем армейцы в Москве будут играть с ростовчанами, а Спартак поедет в гости к самарским крыльям советов, у которых в последнем туре есть свой спортивный интерес. Им нужно выиграть у спартаковцев, чтобы выбраться из зоны стыковых матчей, где, кстати, также находятся Нижний Новгород и Факел. Вы спросите, в чем интрига? А интрига в том, что Факел играет с давно уже ставшим чемпионом «Зенитом», часть команды которого уже отправилась на отдых, а у второй части, и это вполне логично и понятно, такое же пляжное настроение. Правда, с «Зенитом» в любом его состоянии играть нелегко, ведь чемпион он на то и есть чемпион, что всегда бьется за победу, особенно перед своими болельщиками. А Нижний Новгород играет дома с химками, которые свое выступление в премьер-лиге уже закончили, и с предпоследнего места им уже не выбраться. С одной стороны все запутано, а с другой все просто, подумайте вы, и будете совершенно правы. Последний ответ на последний вопрос о принцах и нищих мы получим только с финальным свистком в последнем матче. Если в российской премьер-лиге все точки над «и» будут поставлены, то открытый чемпионат Франции по теннису, конечно же знаменитый Ролан Гарос, только приблизится к своему экватору. Второй турнир «Большого шлема» в одном из красивейших городов Европы и самые сильные теннисисты мира. Только из этих нескольких ингредиентов можно приготовить изысканные блюда высокой французской теннисной кухни. И самое замечательное, что наши российские теннисисты и теннисистки играют в этом не последнюю роль. К сожалению, мы уже потеряли нашу главную звезду Данила Медведева, у которого, как казалось, поначалу могли быть шансы на победу. Однако наше представительство в столице Франции достаточно внушительно, чтобы надеяться на дальнейший успех. Поэтому и мужской кубок мушкетеров, и женский кубок Сюзанна Ленглен ждут своих обладателей. А главная прелесть лета в том, что можно и наслаждаться спортивными турнирами, и одновременно отдыхать всей семьей. На этих выходных проходят матчи пятого и шестого туров предварительного этапа чемпионата России по пляжному футболу. В субботу свои игры проводят «Спартак» с «Лексом» и «Строгино» с «Кристаллом», а в воскресенье играет «Локомотив» против «Крыльев Советов». В мини-футболе, как и в футболе большом, настала пора финала. Самые лучшие российские клубы КПРФ, Норильский Никель, Газпром Югра и Синара разыграют золотые, серебряные и бронзовые медали. В женском гандболе в воскресенье состоится решающий матч за золотые медали между ЦСКА и Ростов-Дон. Счет в серии 1-1 и настрой на победу у самых лучших и красивых гандболисток России просто запредельный. Ну и, конечно же, наше любимое регби. В воскресенье состоится Московское регбийное дерби. В 18-м туре чемпионата России сойдутся «Слава» и «Динамо». Также в ВВА Подмосковье примет «Енисей», «Локомотив» поедет к «Красному Яру», а «Металлург» будет биться с «Химиком». Теперь вы и сами видите, что первые летние выходные будут по-настоящему спортивными и веселыми. Продолжение следует...